Пришедшие в Ярославлю морозы продержатся всю следующую неделю. Температура будет опускаться до минус 20. Такие холода жителям дому в деревне Белкино придется переживать без тепла. Батареи в многоэтажках в этом отопительном сезоне там еще ни разу не нагревались. Почему, выясняла Марина Смарагдова. Одеты ходим, а как вот я, например, инвалид, я замерзаю. Приходил какой-то мужчина к нам сюда, измерял у нас. 11 градусов у нас было тут дома. Он сказал, безобразие, и ушел. И на этом все. Вот так, как на улице жители злосчастных домов одеваются и в квартире. Примерно так же и спят. Надо ли говорить, что сырые стены угловых квартир не держат обои. И запотевают даже пластиковые окна. Все платим. Никаких у нас задолженностей нет ни по свету, ни по этому, по квартире. А за свет тысячу в месяц нас задирают при нашем-то тарифе. За что, я не понимаю. Девочке Ирочке полгода. Ребенок коммунальных страданий родителей не понимает. Чтобы создать тепло в квартире, в ее комнате постоянно работает обогреватель. Начиная с прошлой зимы у нас практически никакого отопления нет. Беда, как говорится, одна не ходит. В домах нет природного газа, соответственно, горячей воды. А та, что течет, оставляет себе нестираемый след. По этой ситуации неоднократно было сказано бывшей главе администрации Татьяны Ивановны Хохловой. Неоднократно к ней ходили, когда она еще возглавляла нашу корабльскую администрацию. Но в конечном итоге все это осталось только на уровне слов. Все, больше ничего. То есть конкретных мер она так и не приняла. Котельная рядом, 50 метров. Но даже не специалист сообразит, что трубы на грани. А уголь для котельной рабочей отколупывает из-под снега лопатой. Он сырой, сильно сырой. А у него сырость должна быть подварная, в принципе. А почему вы здесь с навесикой не сделали? Это все от начальства зависит. А кто у вас начальства? Ну, заволки там спросите. КПД такой котельной нулевой. Как говорят жители, достучаться до начальства у них не получается. До кучи, как говорится, еще и школьный автобус ждет детей за полтора километра от дома. Жизнь на отшибе, пусть и среди природной красоты, не очень сладкая, говорят жители. Марина Смарагдова, Сергей Чукмарев, Городской телеканал.